здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу рассказать собственно не рассказать а показать одну вещь в которую я как-то не особо верил вот про эту вот вещь этот робот пылесос был куплен у меня сыном куплен он был на алиэкспрессе года три назад у них он не очень был удобен потому что игрушки всякие завязки и фигески то есть ну не как бы маловато ему было место разгуляться мы у него взяли попробовать но что же решили купить взяли попробовать этот вот кро робот пылесос и он я к сожалению не могу сказать его марку потому что там все на китайском языке вот ну примерно я посмотрел где-то стоит он от 17 до 20000 сейчас и у меня всегда было сомнение в том что а вообще нужна ли эта штука и какой эффект он даст но после того как он у нас месяца два наверно поработал я хочу сказать что это вообще-то вещь вот он стоит здесь на базе стоит он и стоит когда нужно убраться дома но мы стараемся создать ему условие то есть вот всякие такие вещи на которых он может спотыкаться мы убираем и здесь и собственно говоря на кухне сейчас я все эти стулья уберу чтобы здесь было пространство и самое главное нужно убрать вот это вот клёпина хозяйство в первую очередь воду потому что был у нас один случай когда он опрокинул эту штуку засосал воду и практически собственно говоря испортился фильтр потому что этот пылесос он без влажной уборки он чисто для сухой вот я не буду рассказывать о множестве их конструкций я просто расскажу от об этом нашем приобретении значит что было когда сын его принес мы его включили он первым делом прошел по всему периметру всех помещений и создал себе программу программу работы и больше в общем то никаких проблем не было для того чтобы нам посмотреть как он будет работать я открою как будто забрали часть его вот он чистый резервуар убираемся мы довольно часто ну раз в два в три дня наверное и увидите что получится он чувствует прилив сил вот я его сейчас включу у нас время без 10 12 ну 1150 и мы его запускаем и в процессе его работы я кое-что от комментирую включается в работу он элементарно у него есть две кнопки кнопка работа и кнопка домой ну сейчас мы все это дело разберем включаю кнопку работу с ним еще поговорить можно он почти как человек я сделаю все что в моих силах это будет самая лучшая уборка твоей жизнь и поехал он по своему маршруту то есть он прекрасно проходит под мебелью высоты его хватает и вот он там под мебелью сейчас работает вот он пошел по периметру спокойно проходит под мебелью там он продумал провода мешаются немножко но он умеет с ними обращаться сейчас он от них уйдет обойдет и пойдет по одному ему ведом маршруту вот он себе работает конечно он хорош особенно в тех случаях если у вас есть домашние животные то есть мелкую шерсть и всякие такие вещи вы можете и не видеть а он их видит прекрасно вы за это время может смотреть телевизор заниматься какими-то хозяйственными делами работа на компьютере он работает без всякого вашего вмешательства роликов об этих пылесосах конечно снято много но они в основном дают его технические характеристики сравнивают друг с другом я этим сегодня заниматься не буду я вам его покажу в работе и результат его работы проходит он прекрасно любые небольшие препятствия вот программа у него задано и он пошел уткнулся куда-то развернулся ищет свой путь причем ничего ему не рисовали он сам определился он сейчас поехал в мой кабинет убираться убирает очень тщательно у него там щетка которая выметает весь мусор из всех углов все все где он может достать он убирает прекрасно вот он спокойно обходит от спортивный снаряд я где может там берет и не может объезжает и пошел в спальню перескочил через порог и начинает убирать здесь все ковровые изделия а вы в это время можете лечь на кровать смотреть телевизор ну и пусть собственно говоря работает мы ему мешать не будем если ему помешать то он начинает ругаться о чем попробуем помешать им что ты меня трогаешь опять что-то случилось давай давай работы продолжаем наше чистое дело ну вот я все убрал теперь у него здесь свободное место пусть работает а пока он языкает по одному ему ведомой программе вычистит все что можно не пропускает он ничего он проходит по своему маршруту несколько раз самое главное что вы в это время можете заниматься какими-то хозяйственными делами готовить пищу но я уже говорил работа на компьютере смотреть телевизор да вообще можно уйти честно говоря заниматься работой на улице он свою функцию выполнит ну и потом послушаем что он скажет вот где может залазить под кресло там все и это далеко не электро веник как бы можно его обозвать он очень даже достаточно всасывает и мелкую пыль но это мы с вами увидим это настоящий пылесос ну вот под креслами шурует вот под 2 пресных залез все отправился мой кабинет я здесь вылежит все поднесет мусор гри собираем мусор давай-давай-давай разворачивайся о пошел и все и мусора нет вот он сейчас здесь все пройдет потом посмотрим куда его мозг поведет в другое место ну там под столом много проводов ну как-то с ними разобраться потихонечку все все убрался здесь молодец куда-то пошел еще все почистил клепину подстилку и пошел на кухню пошел убираться на кухне все теперь пошел в прихожую здесь сейчас тоже ковры в общем все что сможет но это уже пожалуй пожалуй где-то конечный результат уже клёпин надоел ездит и ездит вот ты господи очень старательно работает по несколько раз по одному месту проходит поэтому кухню вылизывает вокруг каждой ножки стола стул ну стулья я убрал вокруг каждой ножки стола круги нарезает собачки на место почистил там где собака кормится у нас опять в прихожую залез нет под кроватью еще до конца не убрался вон он ползает в общем если сказать что вот так вот пылесосить вручную ну наверное вряд ли хватит терпения алло дорогая по пути к тебе возникли некоторые трудности но я все порешал и уже еду домой все отработался сейчас будет искать базу все пошел на базу сейчас он потихонечку нащупает ее и закончит свою работу милая я чувствую как твой ток проходит по моему телу все встал на место а вот мы сейчас посмотрим результат его работы вы помните что резервуар у нас был совершенно чистый вот сейчас открываем крышку и вот что у нас представляет как будто забрали часть меня как будто забрали часть его резервуар полон мусора сейчас пойдем на улице посмотрим вот можете посмотреть что здесь накопилось это далеко не веничные дела то есть вот у нас и пыль тут и все дела то есть вытрясаем вот здесь стоит фильтр который не пропускает мелкие вещи его можно мыть можно продувать а сейчас пока продую потому что у меня новый и все закрываем и у нас все готово к продолжению работы ну все пылесос у нас на месте ставим опять эту конструкцию выслушиваем его все ну вот собственно говоря весь цикл уборки роботом-пылесосом как я был у меня такое отношение к нему как какой-то электронной игрушки далеко не электронная игрушка помощник офигенный вот час десять вы представьте что что вы с пылесосом час десять лазите под кроватями под шкафами под диванами под креслами ну я так представляю что можно и немножко коньки отбросить а это час десять он работает а вы занимаетесь тем чем вам хочется он работает совершенно самостоятельно и работает качественно ну вот ребята все что я хотел сказать на эту тему я совершенно не касаюсь конструкции технологий все я вам показывал практическое применение робота-пылесоса на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки и до следующих встреч до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания